Здравствуйте, Валерий Константинович! Здравствуйте, уважаемые садоводы! Мы находимся в городе Челябинске, в моей лаборатории укоренения. Зовут меня Алексей Калексей, сегодня 28 сентября. Хочу раз поделиться с вами результатами осеннего укоренения шелковицы, шелковицы Железова. Прошел месяц после начала укоренения. Укоренение проводилось на воде и земляном субстракте. Корни растут взрывным обильным образом, уже не помещаются в горшочки, выходят из донышек. И процент укоренения составил более 100%. Это не оговорка, так как те черенки, которые находились в горизонтальном положении в земле, у них появились корни по всей длине, и с одного черенка получилось несколько саженцев. Вот в пластиковом горшочке видно наглядно результат укоренения, как растут корни, как они развиваются. Что же будет с этими саженцами в дальнейшем? Сейчас необходимо их закалить, подготовить к зиме, чтобы молочные корни превратились в настоящие взрослые корешки. Затем эти саженцы после закалки будут отправлены на зимнее хранение. Всю зиму они будут отдыхать, спать. И весной будут высажены в питомники у Латынковой Галины Дмитриевны. Поэтому, кому интересно, Шелковица, можете обращаться к Галине Дмитриевне. Найти ее несложно. Стоит только набрать саженцы от Галины Латынковой. Валерию Константиновичу хочу сказать огромное спасибо, огромную благодарность за то, что он нашел и сохранил и подарил нам садоводам Такое замечательное дерево, которое обладает лечебными свойствами, снижает уровень сахара в крови, имеет вкусные сладкие плоды, очень морозостойкая, для северных регионов незаменима, не требует никакого ухода, практически не укрывается. Растет у меня в Челябинске, плодоносит, растет у моих друзей в Челябинске, растет в Казахстане, в суровых условиях, морозные зимы, переносит легко, абрикосы плодовой почки замерзают, в Шелковице цветет. Отличное растение, красивое, вкусные плоды, лечебное, для северных регионов это находка. Оно незаменимо практически в каждом саду. Спасибо Валерию Константиновичу, что нашли нам такое замечательное дерево. Это настоящий подарок для садоводов, особенно для северных регионов. Поэтому осенью 2025 года саженцы шелковицы уже можно будет, надеясь, приобрести в питомнике у Латынковой Галины Дмитриевны. На этом заканчиваю. До новых встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует...